На прошлой неделе в зале администрации района прошло очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения, на котором присутствовали первый заместитель главы района Руслан Ямыков, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, прокурор района Евгений Зиновчик, начальник межмуниципального отдела МВД России Кашихабльский Анзаур Гишев, заместитель главы района по архитектуре, строительству и ЖКХ, заместитель председателя комиссии по безопасности дорожного движения Сафар Бекемичев, начальник ОГИБДД МОМВД России Кашихабльский Аслан Дауров, директор ООО Кашихабльский ДРСУ Ибрагим Шавгенов, главы сельских поселений, руководители структурных подразделений администрации муниципального образования Кашихабльский район, представители общественных организаций СМИ района, а также лица, лишенные водительских удостоверений за езду в нетрезвом виде, ввел заседание глава муниципального образования Кашихабльский район Заур Хамирзов. На повестке дня было 5 вопросов. Докладчикам по первому вопросу о состоянии аварийности на дорогах Кашихабльского района за 11 месяцев 2016 года и принимаемых мерах по обеспечению безопасности дорожного движения выступил начальник ОГИБДД МОМВД России Кашихабльский Аслан Дауров. За 11 месяцев текущего года на территории района зарегистрировано 25-летворное происшествие, которое погибло 10 и ранено 31 человек. Каждое из этих происшествий, конечно, нами детально разбирается, обсуждается, делается определенный вывод. Как правило, львиная доля всех происшествий происходит из-за низкой дисциплиности водителей транспортных средств. В чем она проявляется? Есть из года в год, это все повторяется у нас, значит, проявляется нарушение скоростного режима, управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, выезд на полосу встречного движения. Из всех этих происшествий, значит, анализ показывает, что сопутствующих как-то условий нет. Значит, два происшествия было сопутствующими, на которых, естественно, мы отреагировали, сделаны определенные выводы. Основная вся масса произошла по тем, значит, причинам, по которым я озвучил. Для снижения количества происшествий и тяжестей последствий нами проводится определенная работа. А заключается это, значит, в сходе граждан по поселениям. Они проводятся регулярно, на которых мы, естественно, поднимаем те или иные вопросы. Работа со средствами массовой информации. Беседы проводятся по школам. Есть у нас служба такая, агитация пропаганды, которая занимается непосредственно этим. Так, за 11 месяцев 222 материала направлены в суд на рассмотрение посудейских материалов. Из них и 1349 материал направлены в суд судебных приставов. Из количества направленных в суд 113 водителей лишены права управления. Из них, значит, за управление транспортом в нетрезвом состоянии 82. И самое, что интересно, до наступления статьи 264 УК РФ, вот эта цифра, значит, она была ниже намного по цифрам. Даже с учетом того, что введена эта статья уголовная, цифра она не убавляется, она, на мой взгляд, она растет. Цифра она неумолимо растет, хотя каждый материал, который составляется за управление транспорта, не требует состояния. Инспектора, которые составляют эти материалы, они непосредственно проводят беседы о наступлении этой статьи за повторное управление. Мало того, есть в районной газете не одна статья была, описание этой статьи. Последняя, скажем так, жизнь, мы эти вопросы все понимали, применяем. О состоянии автомобильных дорог местного республиканского значения и готовности к эксплуатации техники в зимний период, содержании уличной дорожной сети, присутствующим рассказал директор ООО Кашхабльский ДРСУ Ибрагим Шавгенов. Основными видами деятельности Кашхабльской ДРСУ являются содержание, ремонт автодорог и любые виды деятельностей, запрещенные в действующем законодательстве. В соответствии с государственным контрактом, заключенным с управлением ОООО в текущем году, предприятие выполняет работы по содержанию автодорога общества общего пользования Кашхабльского района общей площадью 170 километров, из которых 137 километров с асфальтобетонными покрытиями, 25 километров с челногравийными покрытиями и 8 километров с гравийными покрытиями. В настоящее время Кашхабльский ДРСУ подготовился к работе зимних условий и с учетом климатических условий и техническое состояние проезжей части автодорога выполняет работы по зимнему содержанию. Постоянно в сегодняшний день предприятие провело определенную работу по подготовке дорог к содержанию в зимний период 2016-2017 годов. Тем не менее, предстоит до конца текущего года выполнение комплекса мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-трассных происшествий в зимних условиях, снижение тяжести их последствий. Данное направление имеет огромное социально-экономическое значение. После завершения доклада глава района задал вопрос докладчику о готовности наших дорог к зимнему периоду. Значит, вся имеющаяся в наличии техники, она, значит, подготовлена к работе. Заготовка, значит, списка соляной смеси при плане 1875 заготовлена на 1009 тонн. Но, значит, заказана соль, которая числа, значит, с 7-го, 8-го будет уже поставлена нам. И до 15-го числа мы планируем еще заготовить 1000 тонн. Итого, 2000 тонн позволит нам обеспечить эффективную, значит, работу со скользкостью. Также Заур Хамирзов отметил. Должен сказать, что наша дорога выглядит очень достойно. И здесь, и там было всего лишь со смеси, которая посыпает, она работает. Надеюсь, что зимний период пройдет тоже в этом случае. По третьему вопросу о проводимых мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения среди молодежи совместно с общественными организациями Кашхабльского района было три докладчика. Первому слово предоставили главе Кашхабльского сельского поселения Хазрету Борсову. Состояние аварийности на дороге территории Кашхабльского сельского поселения является не совсем благополучным. Одна из главных проблем высокой аварийности заключается в том, что часто эти нарушения правил дорожного движения совершаются осознанно. Водители осознают возможные последствия нарушения, но тем не менее легкомысленно надеются их избежать. Отсюда ночные гонки, нарушения правил дорожного движения, свадебные кортежи, пьянство за рулем, езда без прав, превышение скорости. Одной из действенных мер, который принимается сегодня в Кашхабльском сельском поселении, это работа с молодежью на всех мероприятиях, которые у нас проводятся, спортивных мероприятиях имеется в виду, на территории поселения, вместе с общественным движением АДГХС, мы не раз проводили разъяснительные работы по тому, что нельзя садиться за рулем в трезвом состоянии, без водительского удостоверения, но тем не менее эти действия никак не влияют на наших людей. Для наведения порядка нам, наверное, еще необходимо, это просьба такая, чтобы на нашей территории хотя бы установили видеофиксацию, хотя бы центральную часть его, потому что невозможно за всеми следить, невозможно везде повесить замки, чтобы они по парковой зоне не берут. С замечаниями по докладу выступил прокурор района Евгений Зиновчик. От ДТП людей погибает больше, чем от рук умышленных убийц. Я уже неоднократно об этом говорил, но статистика – это упрямая вещь. Тут ничего не поделаешь. Поэтому я же говорю, что профилактическая работа должна быть пересмотрена. И я глава всех настойчивого, значит, попрошу, у вас в списке есть лиц, которые совершили нарушение права должного движения? Буквально до каждого дойдите. Если нужно, пообщайтесь с родителями. Если есть необходимость в нашем участии, нас пригласите. Разработайте памятку, тоже можем оказать вам содействие в этом вопросе. Потому что лучше заранее эту ситуацию предотвратить. Далее слово предоставили глава Мегиру Хайского и Бличипсинского сельских поселений Руслану Бравтову и Юрию Шевгенову. В первую очередь хотел бы отметить, что мы провели работы по укладке так называемых искусственных неровностей. Хочу отметить, что это по просьбе самих жителей нашего аула и за их счет отмечу, что это взыграло свою роль. Проблема превышения скорости на наших улицах была снята. По освещению улиц. У нас на должном уровне проведены работы, особенно возле школ и садиков. Хотя эта дорога не подведомствовала нам, она в ведении Автодора, дорога региональная. Мы неоднократно обращались в Автодор, но, к сожалению, ответа еще не последовало. Также, естественно, мы работаем и с молодежью. Отмечу, что нам в этом помогает общественная организация АДГКС. Также наша местная общественная организация Духовного управления мусульман. Отмечу, что в ауле у нас такой сформировался молодежный костяк патриотов, действительно, нашего аула, которые следят за порядком в ауле. Также хочу отметить работу со средствами массовой информации. Мало кто знает, но выходец нашего аула, он сейчас живет в Майкопе, является серебряным призером чемпионата России по автоспорту. Я пригласил телевидение, и он со своей стороны попросил всех жителей района, эфир был, о том, что непозволительно нарушать правила дорожного движения. Также были неоднократные статьи в районной газете. Еще хочу отметить работу, даже выразить благодарность ДРСУ, ГАИ нашему и БДД, потому что сотрудники их не всегда отказываются на наши просьбы, решают наши проблемы. В 2016 году работы по организации безопасности дорожного движения в 2016 году проводила согласно пункту разработанную цельную программу повышения безопасности дорожного движения в МОБЛИЧ-Печнинское сельское поселение на 2016 год. Согласно программе, работы подразделялись на техническое обеспечение безопасности на дорогах местного значения и проведение общественно значенных мероприятий с привлечением общественных организаций всех слайдов населения, в особенности молодежи, направленных на улучшение ситуации на дорогах местного значения. В техническом плане за 2016 год администрации разработаны и утверждены с согласованием с ГИБДД пять улиц вносится исправление проекта и двух улиц. На улице установлено шесть дорожных знаков, пять, двадцать, искусственная неровность, два дорожных знака. Четвертым на повестке дня был вопрос о проводимых в образовательных учреждениях Кашхабльского района мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения, о расходовании средств, направленных на организацию и проведение районного конкурса «Безопасное колесо». Участие председания для улучшения положения на дорогах в образовательных учреждениях района пропагандируют право дорожного движения, темно-заведения на разных уровнях. В наших школах работа по этому вопросу идет сразу в нескольких направлениях. Подключены заместители директора по воспитательной работе, преподаватели, организаторы ОБЖ, с участием инспекторов ГИБДД, социальные педагоги, школьный психолог, замшкольной библиотеки, школьный врач. В школе каждый год составляется план мероприятий по предупреждению дорожного транспорта, травматизма, по которым проводится работа. План разрабатывается в разных направлениях. Тут и работа с родителями, с классами, педагогами, отдельными учащимися. Инспектор по профилактике дорожного транспортного происшествия и так далее. Случаев, нарушений, которые привели к травматизму среди наших детей, к счастью, нет. Но мы всегда прелебреждаем детей о том, что основными нарушениями, которые приводят к травматизму, является переход улицы в неположенном месте, перед близко идущим транспортом, неожиданный выход на проезжую часть, состоящая на остановке общественного транспорта. И выход улицы в запрещенном месте. Во избежание проблем этих вопросов в школе проводятся классные часы. Начальному учебному году 1 сентября на родительских собраниях всегда поднимается вопрос безопасности дорожного движения. Родителям и детям даются рекомендации обязательного применения ремней безопасности в детских движущих устройствах. О необходимости ежегодно напоминания детям соблюдения правил безопасного поведения на дорогах. Классные часы проходят в разных формах. Беседы, диспуты, решения ситуационных задач, творческие перемены, занятия, практики, ролевые игры. На основании приказа Министерства образования Республики Абиея, Министерства технических дел о проведении республиканского конкурса и инспекторов дорожного движения 2016 20 апреля 2016 года был проведен муниципальный этап конкурса «Безопасное колесо» на базе стилеобразовательной школы номер 7, поселок Майский. В заключении присутствующими с доработками и коррективами был принят план работы комиссии на 2016.